Привет, с вами Торо, вы на канале Ниссан Райс, и надо бы допройти нам сюжетку Геншина, и начать, наверное, уже трогать тот самый временный ивент, который и в Геншине тоже начался. Так, и тут с самого начала стрима у меня уже есть помощник. Привет, ребят, тем кто к нам только-только-только подходит. Вот, так что в планах сегодня добить сюжетку, вот, и будем начинать трогать ивент, а уже потом, после него, а явно не сегодня, будем браться за сюжет, за историю Фурина. Так, ну, поехали. Я там в Дискорде уже сбрасывал помощника, и как он помогает готовиться к стриму, как он помогает все настраивать, кстати, да, это работает. Помощник из него прям отличный, вот прям отличный. Он до начала стрима валялся на спинке дивана, ему там хорошо было. Потом я пришел, сел за комп, он посидел, посидел, подумал и решил, что ему нужно срочно переезжать ко мне. И да, как только появился Юки, я начал больше спать. Мы с ним завалились сегодня спать днем, часа в три, и вот проснулись где-то в пять. Короче, мы теперь спим при любой возможности. Мы часа в три с ним перекусили. Он захотел спать, я на него посмотрел, послушал его хрюканье, я тоже захотел спать. Мы плюнули на все это дело и просто пошли спать. Вот как нужно, в принципе, график восстанавливать и режим. Навиа. Нэри, так никогда ж не поздно завести эту прелесть. А, это вы. Каким ветром вас сюда занесло? Шпинат. Раз ты говорил, что собирать на кота надо, тогда собираем котику на домик и вкусняшки. Шпинат, спасибо огромное. Ну, кстати, уже почти насобирали так-то. И потом останется только все это дело заказать. Спасибо, шпинат, огромное. Потом буду заваливать дискорд и телегу фотками, как он будет обживаться в этом новом домике. Там, кстати, туалет тоже можно назвать домиком однокомнатным. Спасибо, шпинат. С меня потом фотоотчет с его новым домиком и туалетом, который тоже похож на домик, как бы странно это не звучало. Так, шпинат, все, я передам Юке от кого. А, привет. Да, просто гуляем. Я здесь для того, чтобы узнать, как развивается обстановка. О, и фату, и здесь. Кстати, ребят, я напоминаю, если кто забыл и кто не помнит, скоро декабрь. Скоро официально зима, холод, мороз и вот это вот все. Я к этому не готовый, и я на это не подписывался. А, позвольте вас друг другу представить. Это Герунд Снежевич. От имени слуги он доставил нам множество припасов и активно помогает в работе. Герунд Снежевич. Пон-и-м-а-ю. Наши жители также активно трудятся. Благодаря общим усилиям, работа идет полным ходом. Мы потеряли много людей, но движемся вперед, и это уже немало. Я когда Герунта Снежевича увидел, не сын ли это вьютьюбера Снежи? Вот в чем главный вопрос. Здравствуйте, госпоша Шарлотта. Я ваш большой поклонник. Особенно мне понравилась ваша статья о бродячих кошках Фонтейна, написанная в прошлом году. А, и здесь о котах. А, кстати, да, скоро Новые годы, все такое. И у меня теперь вопрос, как в этом году мне елку ставить. Вот, потому что все, что не прибито к полу гвоздями, он пытается опрокинуть, и все вот это вот. Дороглас привет. Но, если вы не возражаете, я просил бы вас не акцентировать на нас внимание в своем репортаже. Мы тут неблаготворительностью занимаемся. У нас на спине Дирасула совпадают интересы. Блин, я тут еще немного подзаболел, и голос. Сижу сопливый, чихаю. Понимаю, к чему вы клоните. Я постараюсь упомянуть об этом максимально нейтрально. Или, может, вы предпочли бы фигурировать в статье, как «дорожественные соседи»? Если в прошлые разы я понимал, как я умудрился заболеть, то в этот раз, ну, даже предпосылок никаких нету. Их просто нету, я из дома не выходил. Это прекрасно нам подойдет. Пре много вам благодарен. А, и ты вернулась. Как обстановка? О, наша прелесть. Наша прелесть. Дед Блейд, привет. Спасибо. Прикол в том, что я, как бы, и не сильно заболела, но просто вот на голосе ощущается, что голос очень быстро садится. Ну и супри. И типа все. Там нет ни кашля, ничего. То есть это не какая-то там болезнь, это вообще легкая какая-то простуда непонятная. Мы закончили размещать строительные материалы. А через час туда смогут прибыть рабочие. И ты здесь, Кларинда? А, ребят, ребят, подождите, а когда Кларинда? Она перед будет Арлекина или после? У меня просто проблема. Кого крутить? Ну, Арлекина-то, понятно, больше хочется, но и Кларинда уже хочется. Но она изрядно прославилась после той дуэли с госпожой Фуриной. А так что прибыла в Пуассон пережить Суматоху. Ладно уж, она действительно приехала помочь мне спрятаться от Суматохи. А пока неизвестным поменем. При реконструкции Пуассона следует слишком многое учесть. Спина Дирасула нужно больше людей, способных принимать решения. А я все-таки имела некоторое отношение к господину Каласу. Имела некоторое отношение к господину Каласу. Убила его на дуэли. Если что, это да. Вот некоторые отношения она к нему имела. Минуточку. Могу я задать пару вопросов о том, что здесь чувств... Что вы чувствовали перед дуэлью? Каково это противостоять божеству? Уверена, это будет потрясающий материал. Там просто к Пушкину кое-кто тоже имел такое же отношение. Кадель, привет. Даже и не думай. Уверена, что ты найдешь тему получше, Шарлотта. Как всегда. Может, сделаете одолжение ради Нави? Если уж это одолжение ради меня, то я бы предпочла, чтобы ты сделала парочку моих фото. Хотя и Тору отлично подойдет. А все лучше, чем тиранить Кларинду. Да че тиранить-то сразу. Уже его-то я не упущу. Тогда подойдите ближе. Все желающие попасть на снимок улыбку. И главная героиня в самом центре. Пон. Ну как? Хороший получился снимок. Пойман, мило вышло. Пойман заняла половину фотки одна, если что. Очень даже неплохо. Ты явно украсила композицию кадра. Минуточку. Я сделаю еще пару снимков. А можно ее как-то выфотошипить оттуда? Она просто заняла всю фотку. Отлично. Этого будет достаточно. В любом случае, я сюда еще вернусь, так что на сегодня можем закончить. А ты очень быстрая. В нашем-то деле скорость имеет значение. Чем свежее новости, тем лучше. И мне вот каждый час придется на перерывах как-то... Как-то придется вот эту прелесть снимать. А потом как-то он же обратно будет приходить. У меня теперь большие проблемы в организации стримов. Потому что вот перед началом стрима я его с рук снимал, он уже все, он был как тряпочка. Он уже не шевелился, он обвис весь. Ну все. Спит котя, и вот как ее тревожить? А к тому же, я неплохо умею налаживать связи. Кто знает, может однажды мне и у вас удастся взять интервью, госпожа Глоринда. Ого, ты никогда не сдаешься. Впечатляет. Ого, боже. Птичка, привет. А рискнуть предположить, что именно так ты заполучила разрешение на интервью в крепости Миропид. А, кстати, именно так. А ты уже знаешь, что она туда собирается? Ух ты, на высокий уровень информативности. Информированности. Позвольте и мне сделать предложение. Я разговаривала о Сидвен. Она передала содержимое нашей беседы Месье Нью Вилету. А он вам, верно? А я, кстати, не знаю еще, что стримит на Новый Год. Ну просто Ханкай или Геншин стримить не хочется. А что вообще постримит на Новый Год, я не знаю. Прекрасная цепочка информаторов. По правде говоря, Месье Нью Вилет. Месье Нью Вилет Лич спросил меня, с каких это пор крепость Миропид стала столь дружелюбно относиться к прессе. Просто если бы там какие-то в Хосеире были новогодние ивенты, скажем, я бы туда залип. А я ответила, что об этом пока говорите рано. Все-таки никто не гарантирует, что в этом будет участвовать сам Ризли. Вот мы все возмущаемся, а видно иконки игры и красуется именно Паймон, да? А может быть на НГЗЗ, так она же еще не вышла и в этом году точно не выйдет. Так и есть. Я должна дорожить каждым мгновением, проведенным с ним и остальными. И я... и я... Не постесняюсь сделать первый шаг. Но то, что в следующем году за ЗЗЗ выйдет, это точно потому, что михуё уже начали закупать рекламу у русскоязычных блогеров. Вот, что как бы говорит о том, что реклама... рекламная кампания началась и где-то релиз уже не за горами. А демка, да когда закрытая бета, там очень мало у кого есть доступ, ну кроме там крупных стримеров и прочее. И она уже скоро заканчивается. Вот. Только не забывай об осторожности. А если узнаешь что-то интересное, расскажи мне. Взамен я угощу тебя... ...послеобеденным чаем. И на вету даже. Не, сюжет в ЗЗЗ мне очень интересен. Но я не знаю, он там, ребят, это... ...немного подпивасный и там без бутылки вообще не разобраться. Придется что-то думать, придется что-то придумывать. Как во все это дело вникать? Аля, как же классно, когда у тебя хотя бы парочка телепортов открыта. Вот бы они еще были открыты, когда я сюжетку Миропида проходил. Ммм. Ладно, поехали. Я просто хочу уже разобраться с сюжеткой, заняться прокачкой нювелета, а чтобы потом под него можно было прокачать фурину. Это звучит как охренеть, какой хороший план. Осталось реализовать только, пожалуй. Эмм. Вон, ладно. Ну и правда, а что стримит на Новый Год? Болден Ринг? С рюмкой коньяка за каждую смерть? Но тогда я до Нового Года, чувствую, не дотяну. Где-то часиков в 9 вечера я уже отрублюсь. Причем, не закончив даже стрим. А вот. И я не знаю, на самом деле на Новый Год можно попытаться упороться. Там или Элдером, или условно третьим Дарксоулсом. А там просто есть же тема, где... О боже, либо за баллы на Твиче, либо за донат можно мешать стримеру проходить игру, можно спавнить боссов, можно повышать сложность, можно менять внешний вид персонажа. Я не знаю, один раз в честь Нового Года, может быть, попробуем сделать что-то подобное. Ну и да, само собой, с шотом какого-нибудь вискарика за каждую смерть. Звучит довольно интересно. Ну, я думаю, мне точно понравится. И умирать я буду часто. И не потому, что я криворукий, а потому что, ну... Димул будет. Не, что нам для ваншота такой штуки нету. А хотелось бы вот именно что-то подобное смутить. Так и умереть можно от Элдона. Ну да. Зато счастливым. Так, а мы куда ехали? В Мерапида, зачем? А, вот мы, и снова здесь, да? Это место навевает ностальгию. Да, такую ностальгию сидели тут. Ммм... Нет, суга, я натренирован. Я натренирован. В этом плане... Я очень хорошо натренирован. Похоже, вы по нам скучали. Да, скучали по тюрьме, конечно. Герцог, а ты вдруг встречаешь нас у самого входа? А, разумеется. И вас, и нашу дорогую госпожу Шарлотту, отрекомендованную мне нашей старшей медсестрой. А-а-а... Какая честь! Наконец-то встретить легендарного герцога. Большое спасибо, что позволили мне посетить крепость ваша светлость. Идея, давайте коллапс со шпинатом. А-а-а... Если шпинат пройдет через ту же процедуру, что и я. Я не собираюсь сидеть с трезвым шпинатом на стриме. На Новый год, тем более. Не стоит благодарности. Но не забывайте, что я не должен быть главным героем интервью. Надеюсь, вы понимаете. Вы помните о нашем соглашении. Так что отправляйте шпинату в магазин заранее. А, разумеется. Хорошо, прошу сюда. Книг и шпинат, все решено. Давно и без тебя. Космо, нет такого персонажа. Вот в чем проблема. О, наша сладкая парочка. Не нужно так нервничать. Я уже закончила фотографировать. Да, Цуга, да. Я это решила... Так, само собой, решил. Новый год же. Вот, осталось только придумать... Каким способом. Ну, чтобы не впустую. Хотя, Новый год и так повод, но нет. Госпожа Шарлотта. Эти фото точно стоит публиковать на обложке. Я правой птица. Я должен, типа, это... А, как бы так правильно описать? Я должен напиться на Новый год с чувством высшего долга. Как-то так это должно выглядеть. Похоже, госпожа Лордом не хочет, чтобы ее лицо мелькало в газете. Непосредственно... В непосредственной близости от лица жюрье... Какие же прекрасные у них отношения. Ваша светлость, перестаньте. Ага. А вот, господин жюрье все-таки решительно против. Похоже, это... Интервью очень важно для вас. Демон, привет. Тут рулетку у тебя воруют. Нет. Я просто... Да это мое первое интервью, и я очень благодарен паровой птице. М-м-м... Может, по-моему виду и не скажешь? Но я как-то встречалась с господином Эдвином. И, честно говоря, с вами мне понравилось общаться куда больше. А вы куда больше похожи на гения. Если что, это уловки журналистов, и не стоит такому верить. Корабль, совершивший чудо. Ковчег, спасший людей. А вы воссоздали миф. Словно посланник древних легенд. Кстати, да, по большей части люди Фонтейна были спасены вот благодаря этому человеку. И все же, если мне дозволено будет спросить, а где сейчас находится летающий корабль? А, похоже, Шарлотта пытается раздобыть очередной эксклюзивный материал. Но если она уже сюда пробралась, то как бы да. Приношу свои извинения, но этот корабль сейчас располагается в недрах нашего завода. Я боюсь, что вам нелегко будет его заснять. Фон. Алинет, а я не пользуюсь этой к чатику вопроса. Правда? Тогда могу я хотя бы взять у вас интервью, чтобы восполнить эту потерю? Она действительно умеет выжимать из каждой возможности все до последней капли, ну, журналисты. Боюсь, вы уже знаете мой ответ. А лучше возьмите интервью у нашей старшей медсестры. Или, может быть, вы хотите сделать еще одну совместную фотографию этих двух гениальных исследователей? Кстати, а почему у медсестры-то не берут интервью? Она тут тоже участие принимала. Почему надо так подчеркивать, что фото именно совместное? Не, это идеальная пара. Ну, можно сделать два отдельных фото, а потом все равно их зафотошопить. Да. Киржон, привет. А, что у меня с волосами? Пожалуйста, помогите мне проверить. Вот, ну вот же. Ну, идеальное фото, чё не так? А в крепости Меропид тоже бывают оживленные деньги? Но это ведь уже не первый раз, да? Я хочу напомнить, что мы находимся в тюрьме, ребят. Если кто забыл. Где бывают оживленные деньги, да? А, похоже, все в сборе. А, кто-нибудь хочет попробовать мой новый напиток? Нет, спасибо. А, Сиджвин? А, госпаша Шарлотта, а может, стоит сделать пару снимков нашей дорогой старшей медсестры? Не-не-не-не-не, вы уже не отвертитесь, это точно. А, конечно, сюда, госпаша Сиджвин. Найдем, местечко посветлее. Да, она и так светлая, ее там видно не будет. А, да, разумеется. А я должна улыбаться. Ну, как идут звала крепости? Ну, все по-старому, как видишь. На Фонтейне что-то меняется, но на это место осталось прежним. Фоткаются на заднем плане. А если не считать летающего корабля? Кажется, он привлек к себе слишком много внимания. 128 привет. А вот почему я дал разрешение на интервью. Должна же честь славы достаться и героям за кулисья. Не так ли, господин Жюрио? Госпожа Лорвен? Я бы хотела попробовать напиток госпожи Сиджвин. Помянем, что тут можно сказать. Вы слишком добры. Мне вам тоже не помешало бы как-нибудь показаться публике. Жаль, что вам это так не по душе. Спотлайта я предпочту наставить софиты вам. Ай! Кусь. Внезапный кусь. Чего? Ясно. Насыщенный денек выдался, да? Кстати, насчет предвестника. Не уверен, что вы об этом помните, но его возвращи. Но его возвращение здесь все еще ждут трое молодых последователей. Ансел Гон, привет. Тут же тортик оставил свою бригаду. И они там по трубам все еще шарят, ждут его возвращения. О, поздравляю. Фурина и Чичой. Вот если бы оттуда вычеркнуть Фурину, было бы печально. А так очень даже неплохо. Прям очень-очень. Он их просто покорил. Они, ребят, до сих пор ждут тортика. Пон. Сообщу им две новости. Плохую и хорошую. Хорошая заключается в том, что с их боссом все в порядке. А плохая в том, что им грозит длительный срок за пособничество по бегу. Оп, попо. Блин, бедолаги. А что насчет тебя? Э, для тебя что-то изменится? Они, они все еще ждут, когда он вернется? и в итоге им сейчас просто еще срок и крутят побольше чеча это обидно чеча это еще и больно когда ты ей пытаешься аждаху убить какие здесь могут быть изменения и продолжает пустить помаленьку и я тоже что будет означать что будет означать для страну уход госпожи фурина изменятся ли наши законы и способ правления об этом пусть думают в наземном мире вот мне кстати это очень интересно отчет он вообще с фонтейном будет когда вся правда фури не то всплыла и мы с ней даже еще не поговорили толком только вот в кат-сцене показали что она выходит из дворца из театра и все и я закончила фотографировать вторую когда у тебя барбара c20 это смысл жизни у меня этот за неюнь по моему 120 хорошо забудем считать что он на этом интервью завершены наверное даже больше чем 120 там это прям ужас арина привет да потихоньку отпиваемся горячим кофе спасибо за сотрудничество идем тором до следующей встречи она будет я только хотел спросить типа это следующая встреча вообще будет невозможно кто знает следующий раз я могу взяться за статью про подводную фабрику до свидания я последний пункт пункта порт поехали просто интересно не окажется ли эпилог длиннее чем основной сюжет не должен ну тут еще довольно много вопросов о том что сейчас будет с фонтейном снова лифты ладно будем считать что к подобному я готов наверное так а шпинат ты там думай ты там думай 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 до нового года месяц ты можешь пока потренироваться кстати так что давай но он где-то едет где-то едет бренери я я я добавлю твою пасту в бота честно я добавлю что думать у меня работа может быть да я вот это прекрасно понимаю я наверно последние года 2 работал на новый год но шпинат если вдруг не работа ты знаешь что делать а ладушки со сгущенкой все это подкосит а лайк поставил норму выполнил ну это называется лайк за проезд так я просто не понимаю зачем я там стоял и ждал все это время когда можно было просто зигануть сверху и просто долететь ну да ладно ага то и шпинат и где-то числа там 20 с хвостом узнаешь на что у тебя как там по графику так а вот и все наши пулупсы пойман их видят они правда здесь откуда ты знала то на ли упомяну на ли упоминала что они с линием и остальными продолжают поддерживать связь после совместной работы по-видимому они все это время были на пристани и распространяли эти странные сумки а это же те самые сумки помните когда мы только фонтейн приехали первый раз дуру пойман госпожа шарлотта хотите волшебную сумку катрин привет блин длинные от давно не виделись чё это это чудесная сумка которой можно переносить целую гору вещей уровень воды уже вел вернулся к норме но если вы увидите что ваши вещи где-то плавают вы можете собрать их в сумку для переноски или уговорить друга сделать это за вас второй вариант мне больше нравится понятно собирать плавающие вещи в воде как вариант уговорит друга интересно кто из моих друзей на такое купится а если вообще у журналистов друзья кстати не 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 шарлотта не 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 те друзья можно подружиться с фремина правда фремита отличная заботливая добрая сестра на которой уже пытается фремина женить на шарлотте точнее да так вот что ты подразумевала когда говорила я помогу тебе завести больше друзей ну да примерно это самое честно говоря это звучит очень мило можешь оставить свои координаты для связи так сестренка в деле одного можно сказать пристроили ну надеюсь шарлотта вкусно готовит и он не будет голодать конечно пожалуйста запиши мой адрес все ребят готово 1 пристроили это нам привет ты активно работаешь ты активно работаешь на цель социализации ремина да уже вот почти девушку ему нашли он сам это предложил он даже хочет участвовать в наших шоу у него там под водой явно случайно что-то интересное зачем вообще социализироваться я вот не очень горю желанием дай ему подойдет да ну думаю сначала я предоставлю я представлю я предоставлю в роли ассистента пера 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 а потом и самого фремина в будущем думаю трюк с подводным исчезновением мы можем оставить ему думаешь кому-то и правда будет интересно смотреть как водолаз спасается из-под воды а вдруг интересно когда свадьба будет вот мне тоже интересно и я надеюсь она будет снежный все получится каждый путь начинается с первого шага со временем он станет неотъемлемой частью нашего шоу ринат можешь подойти госпожа шарлотта хочет сделать снимок линет а он еду это шарлотта весьма проницательно как только я захотел поговорить наедине она сразу всех увела и так как у тебя дела тору да вроде бы от отец сказала что ты здорово помогло время последних событий она очень благодарна тебе за все что ты сделал для фонтейна ой блин ребят ждем отца ждем ждем орликина я прям очень агрессивно жду и вообще плевать что там будет с ней по полезности в пати это для коллекции вот кто кто он орликина точно нужна для коллекции уй ну что ты мы были очень-очень рады помочь а чем она сейчас занимается а похоже вы не слышали но как бы это после ухода госпожи фурины отец и нювелет провели переговоры во время которых он отдал ей сердце бога фонтейна в качестве дипломатического дара вот где зарыта собака вот где зарыта ребят собака но правда в этот раз они сами отдали им сердце бога вот и стоит отметить что фату и все-таки помогали жителям фонтейна так что она наверное их по праву только меня смущает сколько они там их уже собрали подождите стойте им осталось одно сердце бога получить пиро архонты и все у них полная коллекция вот там мне кажется ребят начнется с жара ну потому что сердце бога снежный им не нужно ни у кого собирать а но то у них есть ладно допустим дипломатического дара сердце блока посмотрите кто-то и модель а вспомните в инте вот ну у него все было немножко иначе ему просто наваляли забрали сердце бога и ушли но потом то она правда в пепел превратилась но это отдельная история да на ей сам поначалу был удивлен но когда я все обдумал оказалось что в этом есть ряд положительных моментов да например у снежной уже почти все сердца бога это могло быть сделано в качестве извинения за инцидент господином чайльдом или в качестве благодарности за помощь в поимке все пожирающего нарвала а скорее всего за второе там еще как торт себя чувствует к тому же отец сказала отец оказала существенную поддержку всему фонтейн он и по сону в частности короче ей нужно было быть доброй казаться доброй чтобы ей отдали сердце бога да это все понятно но ведь речь идет о сердце бога разве это не безответственно я будем согласился но я также слышал что похоже ходе переговоров что-то заставило миссия не вилетто значительно изменить мнение по этому вопросу а знаете что составило изменить мнение по этому вопросу возможно арликина рассказала что царица снежный собер для чего она собирает сердца бога она ведь собирается бросить вызов небесному порядку собирается бросить вызов селестии и не вилет такой это же те самые которые мою силу дракона когда-то забрали да ну видимо не вилет посчитал это благой целью значит есть какая-то причина который знает только не вилет да мне кажется мы тоже уже все знаем и туру вот и пойман если бы хотели могли бы до этого догадаться полагаю вам придется спросить об этом у него самого ах да кстати недавно я видел как он прогуливался ухода в крепость мирапид нам каждый раз обещают бойню но все снова и снова заканчивается радугой и цветочками да мне кажется самая эпичная бойня была это как раз таки когда избивали в энси и забирали его сердце бога вот это было бойня но смысле избиения ну не суть он разве не супер занят и все такое пойман не думала что у него найдется на это время но подожди а давай вернемся к теме значит слуга получила сердце бога да а что с тортиком то подожди линии мужчина что ли или не до линет нет доброе утро получается но он немножко в чулках но это тонкости нюансы о которых лучше наверное не задумываться ну по крайней мере я делаю так говорят что он он вернулся в снежную чтобы оправиться от раны но я слышал что недавняя катастрофа сильно подкосила его здоровья я же когда трейлер смотрел помните тот самый 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 первый трейлер геншина где были представлены все регионы и вот от фонтейна а были линии или над я такой смотрю еще для какие там будут красивые сестренки 2 ага никогда еще такси а я хотел сказать что никогда так сильно не заблуждался но а я вспоминаю статую в энте в монштадте и понимаю что нет однажды я ошибался еще хуже когда какая красивая богиня пойду к вам положу по ней полазил так ну думаю теперь я могу считать его он боевым товарищем и правда на душа мы столько раз сражались против а ты в этот раз стали их союзниками да с каждым разом все стране и стране и происходят ты провалил тест даже давайте нет то не давайте не мог вас так шокирует переход на другую сторону опа а кто ты а тупо голосу было непонятно что это наша прелесть идет но мы ждем ее баннер получается ну и ну кто бы мог подумать пришла в порт проведать детей и случайно встретила путешественника прошу не обращайте внимание на мои достижения фонтейне в любом случае так поступила ты собираешься доставить сердце бога снежную это получается она сказала не верет то что это для борьбы с севестией такова обязанность предвестников не забыл не забивайте себе голову сторонами цели фату и касаются никого не какого-то одного места или человека всего мира учетом подобного масштаба нам то и дело приходится надевать разные маски в смене масок я у кое-что смыслю подожди а то есть позицию ты не изменишь да это за 100 это зависит от многих факторов никто не знает что нас ждет в будущем а что толку в обещаниях если не уверена что можешь их сдержать я я сразу поняла что линии мальчик а вот про вэнси да там своим все отдельная история но явно с нетерпением ждать следующего шанса поработать вместе добрые дела на лучше вершить не в одиночку а вы зарекомендовали себя прекрасные партнеры да кстати передай это чай льду пожалуйста знаете в чем самый прикол то с вэнси он как бы выглядит как девочка по большей части но при этом он напивается и спит где ни попадя в бессознательном состоянии поэтому я немного волнуюсь ребят я немножко за вэнси переживаю в этом плане то на корабле в какой-то бочке то еще где-то но это может просто не очень хорошо закончится для него глаз бога ладно я его доставлю спасибо что сохранил его но не выбрасывать же не азыкать и критик анна алихата и на этом я закончила а в это это же вы же но это же да здравствуйте госпожа журналистка здравствуйте если я не ошибаюсь чтобы сделать ваши фото я должна сделать официальный запрос в департамент внешних связей и вот все вот это кто-нибудь может пронзить его небеса да я в этом же верно так что прошу прощения но не я не могу стать персонажем ваших статей зато вы можете свободно писать о наших дорогих фокусниках и конечно восходящий звезде иллюзионных шоу так и сделаю барину шарлотты сегодня просто день открытий какой-то морской бриз сегодня такой приятный продолжу свою прогулку пока погода радует до свидания давай до свидания отец ее присутствие подавляет и я даже не решилась сделать снимок к счастью на все запланированное интервью я закончила спасибо вам всем уверена что на этого материала мне хватит для статьи и наверное не для одной не переживай так почему бы тебе не взять волшебную сумку перед уходом тору пойман вы тоже возьмите я могу я там пойман могу таскать и чтобы что-нибудь в ней носить до пойман именно так забавно когда мы встретились я тоже раздавал волшебные сумки и что вы думаете да я об этом же и говорил что снова продолжаю заниматься тем же самым и сейчас столько всего случилось а сумки все те же даже я ходил тогда раздавал сумки эхо это было в 40 до наверное это и есть жизнь мы идем разными путями но судьба все равно ведет нас к предназначению ладно нам пора выдвигаться нужно еще раздать волшебные сумки в других районах хорошего дня так шарлотту мы проводили я может нам стоит проверить чем занятный билет если он конечно не слишком занят и сможет выкроить немного времени чтобы пол поболтать с нами меня очень интересует судьба фурины сейчас прям очень сильно 4 редко сегодня какая-то мега добрая хотя я думаю если бы она встретила демона она бы его все-таки пристрелила пару раз не ну рулетка сегодня добрая почему-то привет я вот иду смотрю на маленьких милюзин и вспоминаю тот кваст с вылип выпилившийся выпили короче вы поняли с той самой милюзиной которая хотела чтобы люди милюзины жили вместе и я так и сижу как раз мимасик типа а заслуживают ли жители фонтейна спасения так ребят в любом случае самое время нам сделать небольшой перерыв буквально пять минут и мы продолжим а я сейчас буду пытаться как-то вылезть из-под юки и это должно быть но не то чтобы просто в общем сейчас вернусь в общем сейчас вернусь